10 золотых заповедей для предотвращения кишечных инфекций. Первое. Выбор безопасных пищевых продуктов. Многие продукты, такие как фрукты и овощи, потребляют в сыром виде, в то время как другие рискованно кушают без предварительной обработки. Например, всегда покупайте пастеризованное, а не сырое молоко. Во время покупки продуктов имейте в виду, что цель их последующей обработки сделать пищу безопасной и удлинить срок их хранения. Определённые продукты, которые потребляются сырыми, требуют тщательной мойки, например, в салат. Ну, в овощах, соответственно. Второе. Тщательно приготавливайте пищу. Многие сырые продукты, главным образом птица, мясо, сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки или жарки бактерии уничтожаются. Но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть как минимум 70 градусов. Если мясо цыплёнка всё ещё сырое у кости, то там сохраняются бактерии. Нужно поместить его заново в духовку до достижения полной готовности. Замороженное мясо, рыбу, птицу нужно тщательно оттаивать перед кулинарной обработкой. Третье. Ешьте приготовленную пищу без промедления. Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают снова размножаться. Чем дольше она остаётся в таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление. Чтобы себя обезопасить, кушайте еду сразу после её приготовления. Четвёртое. Тщательно храните пищевые продукты. Если вы приготовили пищу в кровь и не хотите после их потребления сохранить оставшуюся её часть, имейте в виду, что она должна храниться либо в горячей, около или выше 60 градусов, либо в холодной, либо в холодильнике. Это 10 и ниже градусов. Это исключительно важное правило, особенно если вы намерены хранить пищу более 4-5 часов. Пищу для детей лучше вообще не подвергать хранения. Общая ошибка, приводящая к бесчисленным случаям пищевых отравлений, это хранение в холодильнике большого количества теплой пищи. Эта пища в перегруженном холодильнике не может быстро полностью остыть. Когда в середине пищевого продукта слишком долго сохраняется тепло, то есть выше 10 градусов, микробы выживают, быстро размножаются до опасного для человека уровня. Пятое. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу. То есть если вы все-таки ее оставили, сохранили в холодильнике, то разогревать тоже нужно тщательно, тоже не менее чем до 70 градусов. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продуктами. Это перекрестное загрязнение может быть явным, когда, например, сырая птица соприкасается с готовой пищей. Или может быть скрытым. Например, нельзя использовать одну и ту же разделочную доску и нож для приготовления сырой и вареной пищи. Мясо птицы-то. Подобная практика может привести к потенциальному риску перезаражения продуктов и росту в них микроорганизмов с последующим отравлением человека. Седьмое. Часто мойте руки. Тщательно мойте руки перед приготовлением еды, после каждого перерыва в процессе готовки. Особенно, если вы перепеленали ребенка или сходили в туалет, любые другие мероприятия. После разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или птица, опять нужно вымыть руки, прежде чем приступить к обработке других продуктов. Если у вас имеется инфицированная царапина или рамка на руке, то обязательно перевяжите ее и наложите пластырь, прежде чем приступить к приготовлению пищи. Также помните, что домашние животные, собаки, птицы, особенно черепахи, это часто носители опасных микроорганизмов, которые могут попасть в пищу через ваши руки. То есть, если есть животные, руки мыть нужно еще лучше. Вы себе думаете, вы держите в идеальной частоте. Так как пища грязная загрязняется, любая поверхность, используемая для ее приготовления, должна быть абсолютно чистой. Рассматривайте каждый пищевой обрезок. В каждом пищевой обрезок крошки или грязные пятна, как потенциальный резервуар микробов. Полотенца для протирания посуды должны меняться каждый день. Тряпки для мая посуды также требуют частой стирки. А лучше их менять. Храните пищу защищенной от насекомых, грызунов и других животных. Животные часто являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления. Для надежной защиты продуктов храните плотно закрывающиеся банки, контейнеры. И десятый. Используйте кипяченую воду. Прокипятите ее перед добавлением к пищевым продуктам или перед воспользованием. В общем-то, я думаю, что мы запомнили, да? Вести себя для того, чтобы не отравиться острыми кишечными инфекциями и не отравиться. А еще тут как-то не было акцентировано сейчас сладости, да? Вот торты, пирожные, то, что содержит крема, жиры, тоже в них очень быстро раздражаются бактерии. Тоже нужно быть осторожными и смотреть срок годности обязательно. Всех продуктов смотреть срок годности. Вся информация. Спасибо за внимание. Вам тоже спасибо.